друзья приветствую вторая часть посылки от сергея из москвы в первой части было масло и не из дизельной бмв сейчас будет тоже и не но уже из мотоцикла это классический harley-дэвидсон модель называется softail heritage softail это мягкий хвост наследие видим мягкий хвост подразумевается кожаные кофры not как на заставке на картинке такой же мотоцикл такого сергея чуть больше визуального тюнинга там сделано какие-то дополнительные там тюнинговые фичи ну и вот сверху описание мотоцикла условий эксплуатации 13 года мотоцикл объем двигателя 17 так называемый тринка 75 лошадиных сил воздушного охлаждения очень горячий мотор видите в масло баки в городе 127 градусов это просто огонь вообще я слышал что даже часть цилиндров отключается на холостых у harley чтобы ну не 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 нагружать то есть термический мотор не знаю кто кто в курсе прокомментируйте может быть так первым делом я создаю талон смотрите вот такая спектрограмма ничего такого примечательного на ней нет и старых точно не в масле не не видно масло покупалась у официала то есть вопросов пока ну папа по контрафактности нет далее выбирает данное масло и давайте посмотрим что намерит прибор так противоизносных присадок 77 процентов но да видно что это не полнозольное масло хотя sl как бы и намекает что это энергосберегающие выставляют от уровень как сто процентов обращать на себя внимание кислотное это наверно 136 это наверное одно из самых низких кислотных которые я встречал вот видно что здесь невысокий уровень там не не кальция не не вот цинка с фосфором и 61 щелочное приборное мерил стрф нет по идее должно быть точно но здесь как бы сам производитель 8 и 2 заявляет даже с учетом разницы гостов должно быть 7 и 6 а производитель заявляет 8 и 2 поэтому тут 06 все равно разбега не хватает где-то потерялась по дороге из италии так значит всю отработка вот мотоцикл описание 27 общего пробега 4070 километров на масле 64 моточаса среднюю скорость посмотрите к 63 и 6 ну и температура в масло баки противоизносных присадок 58 процентов гликоли нет значит нитрова не окисление нормально сажа вообще отлично по нулям то есть здесь высокая средняя скорость и горячие моторы способствуют эффективному сгоранию сажа это как правило у нас ну не сгоревшие топло топливо плохо сгоревшие здесь вопросов к нему нету кислотное число подросло на 08 за 64 моточаса обычно у бензинового мотора на нормальное состояние одна единица на 200 моточасов здесь одна единица на восьмидеся на и она уже будет то есть получается что в два с половиной раза быстрее окисляется масло ну и щелочное соответственно 2 и 9 тоже прилично рухнула больше чем на 50 процентов да я думаю что в первую очередь за связано с вот с термонагрузкой масло да кстати я сергеем связывался день сказал что оригинальная рекомендованные заводом 2050 вязкость возможно что вот эта вязкость более такая густая это масло и поэтому еще дополнительно увеличивает температуру да посмотрите что произошло 64 моточаса при средней скорости почти 64 километра в час посмотрите разжижение какое-то и мотор горячий по идее должно все выпаривать но вот видите да все равно там уже там две третьих какой две третьих больше до 69 процентов из 100 разжижения но очень сильно разжижает возможно что воздушник он имеет большие зазоры нагревается сильнее поэтому больше тепловые зазоры больше льет в картер ну и как следствие от ресурс как видите 4 800 помоющим нейтрализующим свойством по километражу 76 моточасов ну пыль ним конечно вообще фантастика но видно что зазор вот между кислотным и щелочным небольшой по этим и и плюс термическая нагрузка ну и как следствие вот вот такой результат по ней трава не я думаю здесь все нормально 20 минут часов в три раза больше чем мы еще нейтрализующие свойства и второй такой пункт тревожно это разжижение топливом видите да 93 моточаса что тут говорить не знаю тут надо конечно в идеале на пробовать какое-то масло вязкостью ближе к оригинальному возможно то что рекламирует harley-дэвидсон рекомендует harley-дэвидсон более подходит к мотору повторюсь чем гуще масло тем больше сопротивления вот движению естественно температура вот на кстати тут уже вырисовывается такая картина что и не сознательно не делают очень жирное масло чем меньше присадок грубо говоря тем лучше масло течет меньше в нем компонентов какие-то которые мешают току этого масла вот естественно моторы горячие мото оборотов там много как правило вот ну хотя здесь здесь такой мотор наверно не не сильно крутильный 75 сил с 1 и 7 да скорее всего такой тяговитый старый школы мотор тем более воздушник но тем не менее видите вот картина такая не знаю как со щелочным честно говоря почему такое низкое намерил прибор вот и насколько оно соответствует ну гост для отработки прибор коррелирует гостом для отработки намерил 61 год для для свежего отличается от госта для отработки ну там плюс полтора то есть 7 и 6 максимальный что мог намерить прибор если бы гост у него коррелировал с гостом для свежего тем не менее вот вот такая картина не думаю что это масло какое-то там спаутом или супер-пупер какой-то смысла нет его таким делать мотоцикл хороший мотоцикл у катает его быстрее вон по топливу ну вот и здесь возможно еще как это все-таки погрешность чем больше топлива тем больше она влияет на спектр прибор как вы понимаете сравнивать спектр свежего спектр отработки если такие-то присадки или топлива то они могут уже полюет повлиять на результат и определенную погрешность нести в измерения поэтому вот сто процентов я не могу при такой разжиженности гарантировать результат возможно да каким-то образом повлиял то есть надо какую-то погрешность брать но в любом случае в этом моторе масло очень тяжело благодарю сергея за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодаря за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока